Славянская радио Продолжаем разговор Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио Напоминаю, что по одному из современных календарей 30 ноября 2016 года среда По одному из старинных 30 день месяца Новодаров 7525 лета понедельник И к нам присоединяется еще один автор, соведущий Я думаю, для кого-то уже очень хорошо известный человек Зовут его Дмитрий, фамилия Таран Автор и ведущий программы «Информационная война» на ТРК «Крым» Здравия тебе, Дмитрий Добрый вечер, Алексей Ну, не только Алексей, но еще нас слушают многие люди Да, добрый вечер всем Хорошо, радио слышали Итак, в общем, все это произошло без какой-то предварительной договоренности Просто вот взяли и связались И вот Дмитрий решил выйти в эфир Так встал грудью на защиту интересов славянского мира Сказал, как так Алексей Ян бьется? Давайте вместе И вот мы теперь вместе Значит, я немножко предысторию расскажу Дело в том, что с Дмитрием мы познакомились И заочно пока лично не встретились по интернету И провели одну передачу, где я был в гостях на ТРК «Крым», а он был гостеприимным хозяем Вот теперь есть возможность ответить гостеприимством с моей и с вашей стороны, уважаемые радиослушатели Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы Дмитрию По какому поводу задавать? Вот сейчас мы, наверное, разговоры закрутим А дальше будет понятно, о чем можно будет позадавать вопросы Итак, Дим, значит, ситуация какая? Вот мы сейчас с тобой перекинулись Я говорю, о чем будем говорить? Ты говоришь, а вот мы сейчас снимаем И вот дальше вот расскажи Что вы снимаете? Меня очень заинтриговало то, что вы делаете сейчас Ну, нужно сказать, что я в прошлом занимал позицию генерального директора Ялтинской киностудии Я кинематографист Сейчас я работаю на телевидении, автором ведущим программы Но, в принципе, продакшн подо мной И поскольку я занимаюсь вопросами информационного обеспечения процессов Русского мира, скажем так То возник вопрос, связанный с тем Что в следующем году будет исполняться 100-летие со дня Великой Октябрьской социалистической революции Она действительно великая Потому что она произвела колоссальные изменения во всем мире Не только в России И дело даже не столько в красном проекте или в белом Мы себе поставили задачу наконец-то закончить гражданскую войну Которая весь 20-й век длилась и длится и до сих пор Шутка ли, если ставят памятник в Сургуте Начинается ожесточенная, ну, пока что говорильня Которую можно легко поджечь с обратной стороны Белого проекта, монархического проекта Или если по-конской идет с иконой Николая II То красные, да, есть тоже крайне красные такие люди Которые начинают, ну, это дело не просто критиковать А критиковать чуть ли не до синевых глазах И вот это расслоение, разделение общества Не наш русский принцип «соединяй правь» А западный принцип «разделяй власть» И нам кажется, пора этому положить конец А для этого нужно расписать все процессы Которые происходили в 20-м веке Не просто хронология Вот произошло такое событие Ленин выступил на броневике Троцкий приплыл из Северной Америки Со своими боевиками Швейцарский Аппон там что-то сделал Ну и так далее А посмотреть на процессы, которые привели к октябрю И, кстати, хочу сказать, что одним из таких процессов Это был колоссальный голод Который царил на Руси После отмены крепостного права 1861 года Это, по-моему, основная причина Вообще всех революций и всех переворотов Ну, как-то так Ты знаешь, очень благая такая задача И хорошая идея, мысль Мне кажется, давно пора на нашей России На всей территории Независимо, какие нас царства и государства поделили Установить мир до порядка И в первую очередь, естественно, необходимо Начинать с того, что является, на мой взгляд, центральной А центральная территория Это все-таки Россия на сегодняшний момент Это пока еще самый большой такой кусок Который не оттяпали у нас Пока еще, да И, надеюсь, с нашей помощью не оттяпают И вот как раз Если мы здесь, на этой территории Наведем порядок И мир у нас будет в головах и в сердцах То и мир тогда по всей земле, матушке, будет расходиться Поэтому я очень буду рад Каким-то образом Если даже поучаствовать То тоже буду рад Но не знаю Такие мысли, конечно Я думаю, что у вас там профессионалы хорошие Мы сами такой проект не подтянем Мы уже приглашаем людей Мы будем рассматривать несколько процессов То есть сначала идея была Как у Парфенова наметник 1917 год И пошли все события Потом 18 И каждый год это серия То есть серия Ну, объем большой Казалось, что это по плечу А Валерий Викторович Пякин Известный аналитик Который выступает По вторникам Со своими ответами на вопросы Телезрителей Он предложил рассматривать процессы Ну, например Процесс голода Продовольствия Процесс демографии Процесс военного дела Образование Теление на касты Сословия Ну и так далее, и так далее Глобальные элиты Как влияли на Россию И вот если посмотреть на все эти процессы То картина становится очень интересной Она просто сразу раскладывает у всех в головах Ну, у тех русских людей У которых есть совесть И судьба государства все равно в приоритете Чем цели своего клана Своего кошелька Своего, я не знаю Даже рода Бывают же такие роды Которые занимали там, например Определенные начальственные позиции В лагерях там Ну, разные же люди бывали И хорошие, и плохие И очень много людей Просто продолжают традицию рода, например И считают, что это для них там Потолок ценности Ценности, да А есть люди, которые государственники Они считают, что большинство Чтобы большинство русских людей Жило хорошо и справедливо Это является наивысшей ценностью И вот для таких людей Этот фильм, собственно говоря И обращен А сейчас в какой стадии Находятся съемки Или еще не начались Или уже идут Какая серия Там и так далее Я вот сегодня записал ролик Меня попросили Ну, короткий Десятиминутный Объяснить, о чем будет фильм Мы обратились к людям Там, к Валерию Викторовичу Пякину Мы обратились к Евгению Спицыну К Андрею Фуксову К людям, которых знают Для того, чтобы они, например Ну, договориться с ними о том Чтобы записать отдельное интервью По тем или иным процессам Для того, чтобы они были спикерами В каждой, ну, в разных сериях А сейчас мы в стадии Написания базовых сценариев Это такие тексты Которые потом в продакшене Будут озвучиваться Иллюстрироваться Дополняться хроникой Аналитикой И так далее И так далее Поэтому помощь, например Со стороны Славянского радио народного Она тоже может быть Потому что Некоторые процессы Проходившие в 20 веке И происходящие сейчас У нас формально С 17 по 17 А на самом деле Корни этих процессов Лежат Иногда даже и не в 19 веке Иногда они лежат Даже и в веке 16 Во времена того же Ивана Грозного Или даже еще ранее И вот с этой точки зрения Проследить вот эти вот процессы Особенно с точки зрения Глобального процесса Когда русский мир На самом деле Как региональная цивилизация На протяжении Нескольких тысячелетий Состязается с другими Региональными цивилизациями Такое чувство Что вот на планете Земля Сформировались анклавы Территории Ареалы расселения Разных цивилизаций Они между собой Пытаются Решить вопрос В виде Интеллектуального Духовного Душевного состязания Иногда военного И вот эти процессы Которым По некоторым Данным спецслужб Есть Я видел одну брошюрочку Под грифом Еще в молодые годы Так вот там Было написано Отдел по восстановлению Истории Грецкая КПС Там описывались Древние Ордена Испецслужбы Которым там По 13 тысяч лет Вот Длинный процесс С горизонтом Планирования Превышающим Длину человеческой жизни Но при этом Систематически Цели поставлены Они исполняются Ищутся Корректировочки Там принимаются Тактические планы Но стратегия Остает То есть Этому состязанию Несколько тысяч лет В принципе Хочется копнуть И в эту сторону Я думаю Что У нас с тобой Запланирован Так делюсь С нашими радиослушателями Информацией У нас с тобой Запланирована Запись Одной Может быть Неских передач По поводу Как жили наши предки Вот общинный строй И так далее Как там дети Появлялись Воспитывались Как это все развивалось Если удастся Если будет все Складываться Как должно То в этом случае Будет записано Но я всегда возвращаюсь Вот именно к тому Что ты сказал Что не ограничивается Наше прошлое Буквально там Столетием Или двумя Или тремя Столетиями Оно уходит Очень глубоко В корень Вот это противодействие Которое ты здесь Упомянул Оно существовало Ну я не могу сказать Что всегда на нашей Мидгард земле Как ее сейчас Некоторые называют На нашей матушке земле Оно существовало Последние несколько Ну скажем так Десятков тысяч лет Точно Когда Даже в некоторых Записях Это Древних Прослеживается О каких-то преданиях Сказаниях Так что там Даже не тринадцатью Тысячелетиями Это все ограничивается Ну да А побольше Вот То есть Смотрите Как интересно Получается Нашим радиослушателем Сейчас говорю У нас было как Появились наши предки Здесь на земле Стали его сделать Никого не трогают Никого не обижают И тут раз И начинают появляться Какие-то непрошенные гости Которые Всякими Правдами Неупередными Пытаются сюда залезть То есть Сначала была Агрессия вот такая Вроде бы внешняя Оттуда Потом когда здесь внедрились Началось Вот это вот Раздваивание Расстраивание Родов Как-то куда-то Влезть кому-то Подкупить Кого-то Обидеть Свести брата С братом Друг против друга Стенка на стенку И так далее И вот в итоге Получилось Что сейчас Над нами Ну реально просто Висит определенная Опасность Когда Встает вопрос Жить нам вообще На этой земле Или не жить Вот так что Это вопрос С точки зрения Революции Примирения Это очень В очередной раз говорю Это очень важный Проект Так что Вот следите за анонсами Мы же с своей стороны И я лично буду Предпринимать все усилия Для того чтобы Как можно больше Формировать наших Сограждан Наших родичей И просто Слушать хороших людей Которые понимают Что русский мир Это не какая-то Агрессия Тем более там Славянский древний мир Не какая-то агрессия Наоборот Это та самая Объединяющая структура Которая поможет Нашему всему миру Остаться На первом этапе Хотя бы В живых И на втором этапе Развиваться Так что вот А расскажи немножко Все-таки О том канале Где ты Представлен ТРК Крым Давно он появился Ты меня Там пытал вопросами Теперь давай Тебя попытаю Давно ли он появился Чья это была идея Как это все Делалось Какое становление Проходил ТРК Крым Ну Я точный год не помню Но сформировалась Областная телерадиокомпания В Симферополе Это была еще Крымская область Да Это было Пятидесятые годы То есть Это обычная Областная телерадиокомпания Которая есть В каждом субъекте В каждой области На Украине И так далее Производят достаточно много часов Собственного продукта Это и новости И аналитика И документальные Проекты И туристические Общеобразовательные И так далее И так далее А я с самого референдума Я занимаюсь Вопросами пропаганды Потому что В момент Когда Крым Начал Принимать решение О возвращении В состав Российской Федерации Мы вдруг Столкнулись С таким Явлением Что количество Даже вот Если брать По аналогии С боевым уставом Когда ты вступаешь В спадку с противником То По линии фронта Берутся и подсчитываются Количество Там Штыков Танков Артиллерии И так далее И так далее Так вот В медийной сфере Со стороны Украины Была такая мощная Стена Строй Я не знаю Персон влияния Спикеров Которых подготовили На завтаж Количество телерадиокомпаний Которые работают Против русских Вообще И против русских На Украине И этому надо было Что-то противопоставить Так родилась Программа информационная война Которая в эфире Уже два с половиной года Почти три уже скоро будет И мы там даже Ну мы При помощи этой программы Построили такую сеть Ну понятное дело На интернете основанную Сеть Из Аналитиков Спикеров Вот та же зеленая тара С которой с тобой общается Это вот Член нашего Аналитического Такого центра Который там Вырабатывает Определенные Стратегические решения Мы пишем справки Мы предлагаем людям Там методики Как например Влиять на Ну Бандеризацию страны Ну речь идет об Украине В данном случае Хотя должен сказать Что и в России Есть большие проблемы С ведомизмом Дело в том Что вот эта Практика Разделяя и властвует Она сейчас Делает злую шутку В России Есть очень много людей Которые вдруг В какой-то момент времени Поверили картинке Телевизионной И начали считать Что все Те 40 миллионов украинцев Ну сейчас меньше Без Донбасса и Крыма Где-то 35-36 Да Что вот они все Являются сведомыми Они скрекали на Майдане Они нужны Вот Внимание И достоинство Их называют Быдлом Хохлами И так далее И так далее И получается Ну ситуация Примерно обратная То есть Есть сведомые бандеровцы Которые разжигают Ненависть к русским У них называется Убей В себе москаля А потом После того Как ты убил В себе москаля Иди убей другого А в это же время Образуется Обраточка Которая кстати Очень красиво И очень технично Ну Посевается И разжигается Отдельными Центрами управления Для того Чтобы Посеять ненависть Между Украинцами и русскими Ну На десятилетия Это большая проблема Поэтому нам приходится Работать не только С украинской аудиторией Но и с русской Русскоязычной И в Германии И в Израиле И в Америке И так далее И так далее В общем-то Ну вот Пракция чем мы занимаемся Ты знаешь Да Я вижу Вот этот Ссор Который Вброшен В голову Наших людей И Встречаю К сожалению Очень часто Вот недавно У нас Такие разговоры Были Когда Кому-то Не нравится Соведущий Автор Который Выступает Он сказал Какое-то Слово К этому Слову Цепляются Начинается Из этого Какая-то Ругань И люди Не понимают Что Когда они Ругаются Между собой Они как раз Льют Воду На мельницу Тех Кто Эту Ругань В общем-то И спровоцировал На мельницу Тех Кто Нас Хочет Развести По разным Местам На мельницу Тех Кто Хочет Нас Поссорить Потому что Разделяя власть О чем ты Сказал Это основной Лейтмотив Который Многие Тысячелетия Как раз Существует Я всегда задаю вопрос Друзья мои Если вы Будете Друг с другом Биться И будете Расходиться По сторонам То в этом Случа Скажите Пожалуйста А с кем Вы будете Державу Строить С кем Вообще Вы жить Рядом Будете Как вы Не понимаете Что нас разводят По партиям По бизнесу По убеждениям По сословиям Теперь уже Бедный Богатый И так далее Вы разве не видите Того что происходит Да мало ли Чем ваш собрат Занимается Тот христианин Тот язычник Тот язычник Тот старовер Тот старовер Этот родновер Этот вообще Атеист Этот мусульманин Этот не пойми кто И так далее Ну и что Дальше что Потом начинается В язычестве Такое течение В христианстве Такое течение Там на 10 стих Разбили Ислам там Друг друга Там мочить Уже начинают Не по детски Ну и хорошо И с кем вы остаетесь Вы что Друг друга будете стрелять А ваши друзья В кавычках Которые вам Подсказали такие умные мысли Будут стоять И руки потирать И потом Вашу кровушку пить И радоваться Как у них все здорово получилось Нет Ребят Это не выход Это не выход Из этой ситуации Наоборот Давайте сначала Мы державу построим На дружбе и любви А вот потом уже Потом уже Давайте уже будем Как-то наводить порядок С точки зрения Правды Правда же она всегда одна Все равно к ней надо прийти Не может быть Как там пел Правда у каждого своя Да нет Она всегда одна По праве нам жить Вот так что Вот если вы это не понимаете То сочувствую Сочувствую Потому что мы друг друга Уничтожаем Вопрос Я буквально пару слов скажу По поводу Разделения По конфессиям По религиям Я в 2014 году Брал интервью По скайпу Из Не Артемовска В общем на Донбассе Славянский стоял Гиркет Стрелков А Бабай стоял В соседнем В городе Я не помню его сейчас Название Ну что-то В голове Клин поймал Так вот я у него брал интервью Он казак Он казак из России Из Кубани по-моему И он рассказал Очень интересную мысль О том Как у них в батальоне Люди разных конфессий Уживаются Они прежде всего Заключают Русский договор Что такое русский договор Русских очень много Есть даже русские мусульмане Есть русские христиане Православные Есть православные не христиане Ну так называемые Староверы и старообрядцы И Вот Если ты русский человек И у тебя есть Определенное понимание Что такое справедливость То Договор русский Звучит примерно так Я в бою могу повернуться К тебе Спиной Ты мне являешься братом Но мы Договариваемся о том Что мы не будем Мучить друг другу Мозг Вопросами совести То есть Это табу Это получается Договор не по морали Когда Не убей Не укради Вот эти примитивные формулы Для людей Не очень развитых А по нравственности То есть нравственность Становится выше религии То есть Мы Русские люди Мы говорим на одном языке У нас примерно Одинаковое понимание Что такое хорошо И что такое плохо Поэтому Для того чтобы Нас не могли Стравить и разделить Мы Эти вопросы Опускаем А все что касается Делания На этом свете Мы Ведем себя Как брат с братом Вот такой русский договор Мне кажется Очень интересная штука Его бы Как бы то Формализировать Может быть даже Его как то и записать И босеять Среди людей Потому что на самом деле Для многих людей Которые искренне верят Веруют Неофитов особенно Есть же люди Которые в религию В веру там погружаются По молодости Вот в начальном уровне Так сильно Что у них открывается Какой то третий глаз И они смотрят на окружающих И говорят Как Ты этого не знаешь Ты этого не понимаешь Ну и начинают Очень грубо управлять Стараться другими людьми Вот это неофитство Его надо как то И попытаться и жить И вот такой русский договор Предложить Всем русским людям Мне кажется Это было бы очень грубо Хорошее предложение Да И ты его поднимал Когда мы с тобой Общались Я думаю Что и неоднократно В других беседах Ты тоже об этом упоминал Очень своевременный Такой договор Но он же сводится Опять же К нашей крови К нашей генетике Если говорить Современным языком Ну да Одно из древних преданий Которые И заповеди Которые гласит Примерно так Звучит примерно так Жить По совести А для русского человека Слово совесть Это не пустой звук Для любого Да русича Это не пустой звук В ладу с природой А природа Это тот мир Который нас окружает И ты часть природы То есть Ты не можешь разрушать себя Не имеешь права Разрушать природу И значит не имеешь права Разрушать окружающих тебя В том числе и людей И святочьтесь Заповеди предков То есть Если мы Нарушим заповеди Наших предков Будем разрушать природу И жить не по совести То вот в этом случае Мы докатимся До той точки Которой сейчас Нас хотят привести Кстати И получается Что вот если Вот эти вот Три пункта Из древней заповеди Мы будем соблюдать То в этом случае Для нас уже Многое станет На свои места Но там есть Четвертый пункт Еще и Богов и предков Вот здесь вот Он может быть Уже спорный Для кого-то Потому что Кто-то Например скажет Да ладно Какие боги Я там атеист полный Да И в то же время Он Не понимая Суть богов Что такое Наши древние боги Он там представляет Какого-то Там какого-то Листукана Или дедушку на облачке Ну упрощенное представление Кто-то например Находясь в какой-либо Религиозной конфессии Скажет А какие боги У нас там один бог Вот тут могут быть Вопросы какие-то Поэтому четвертый пункт На сегодняшний момент Мы Оставляем за Как бы Рамками Хотя я считаю Что если правильно Поговорить Спросить Но ведь твои предки Они жили на этой земле Да жили Они до христианизации Сламизации До того Как атеисты Здесь появились Они во что-то Все-таки верили Да верили Ну какие-то значит Боги были Ведь не было Единобожия Так называемого Было все-таки Многобожие И они значит Верили в богов Своих родных Значит получается Эти родные боги Боги твоих предков А если ты уважаешь Заветы предков Значит ты должен уважать Их хотя бы богов Которые А приводи Также являются И твоими богами То есть здесь тоже Все достаточно условно И шатко Здесь можно о чем-то Разговаривать Но во всяком случае На первом этапе Вот первые три Вот этих пункта Из такой заповеди Жить по совести Владоса природов С природы Свято чтить Своих Великомудрых предков Вот если мы Этого всего придерживаемся Причем независимо Даже какой Национальности Или какой Смеси национальности Человек себе относит У него все Вот эти моменты На русской земле У коренных народов Подчеркиваю У коренных народов Они всегда были Во главе угла И вот здесь Как раз Тот самый русский договор О чем-то Очередной раз сказал Он очень хорошо Подходит Итак Вопрос от Владимира Изматищ Вопрос напоминаю В скайпе В чате Народно-стоянское радио Поступают Мы их в скайп переносим И теперь зачитываем Уже из нашей Мини-конференции Дмитрий Как по вашему мнению Какие российские Средства масс информации Под управлением Глобального предиктора Какие под американской Элитой А какие под местными Кланами Хороший вопрос Видно что Человек слушает Представителей Концепции общественной Безопасности И в общем-то Ну да И Пякин очень много Говорил Что у нас есть Масса СМИ И при этом Нет глобаль Ну Я вот так вот Прямо вот Напрямую Сейчас не свяжу Во-первых Потому что Будет стереотипное Представление Что такое Стереотипное Представление Это значит что Вот Ярлычок повешен И дальше Человек Не уже Перестает анализировать Ну то есть Дробить на еще Более мелкие Смысловые поля Дело в том Что практически Все СМИ В той или иной Степени Через систему Управления Разных этажей Подчинены Глобальным элитам Особенно После событий 91-92 года Когда эти СМИ Создавались Когда при помощи Кадровой политики Ставили специальные люди Когда эти люди Например Ездили на Минком В Канны А там В Дворце Фестивали С генеральными Продюсерами Директорами Ведут разговоры Именно вот эти Глобалисты То есть Все В той или иной Степени Подключены К этому Фонтану Который Разливает Глобальное Целеполагание Понятное дело Что финансирование Каналов Оно Исходит Из местных Кошельков Соответственно У местных Людей Которые эти Кошельки Конформируют Естественно Могут быть Тактические цели На этой земле Поэтому Получается Достаточно Интересная Схема При которой Есть и глобальное Влияние Есть местное Влияние Есть влияние Людей Которые Например Имеют Подход К тому или иному Руководителю Того или Миндийного Канала Понятное дело Что соотношение Глобального Влияния И местного Или там Федерального Оно В разных Средствах Массовой информации Разное В любом случае Хочу сказать Что Федеральные Все средства Массовой информации Они проявляются Практически Каждый день И демонстрируют Результаты Этого Глобального Влияния Что касается Меры Сколько чего В каждом СМИ Это надо Разбираться Смотреть сетку Смотреть продукт Смотреть сайты Статьи И так далее И так далее И в принципе Там очень простой Анализ Очень простая Табличка Как раскладывать Подачи И в общем-то Можно даже Составить небольшую Диаграмму Кто Где Как Ну Примерно Вот я бы так Ответил То есть Структура Средств Массовой информации По состоянию На сейчас Она Заложена В конце Восьмидесятых В начале Девяностых Годов И Этот корабль Очень инновационный На сегодняшний день Есть Влияние Глобальное Влияние Федеральное Влияние Региональное В разных Соотношениях И глобальное Я вам скажу Достукивается До любого Средства Массовой информации Да Это тоже Как-то Была Статья Такая Напечатанная В свое время Мне понравилось Когда Один Из Управителей Одного Из кланов Известных Не будем Произносить Фамилию Он Сказал Ну в общем-то Нам что нужно Деньгами Управлять Печатать Их Вот Давать Настройки Обществу Через деньги Какие профессии Нужны Какие не Нужны Сделать так Чтобы мужчины Женщины Работали И боролись За свои Равноправные Какие-то Подачки От нас Чтобы женщины Забыли о своих Детях А уж детей Мы воспитаем С нами В наших руках И образование И средства Массовой информации То есть Мамы бросают Своих детей В учебные И воспитательные Центры Мы их там Образовываем Учим Воспитываем А потом Дети приходят И смотрят Телевизоры Журналы Газетки Интернет Сейчас Куда вкладывается Много денег И они в общем-то Воспитываются Так как мы хотим А что мы захотим То они и сделают Вот такая была Исповедь Этого Человечка Известна Во многих Кругах Дальше Вопрос Эфира От Олега Заркутска Здравия Дмитрий Огромное уважение Твоему творчеству И твердой Жизненной позиции В том числе По новому По поводу Николая Старикова И Вечного полка Планируешь ли ты На своем канале Правдиво Да По своему Осветить ситуацию На Донбассе Луганске В настоящее время И пригласишь На передачу Героев Новороссии Например Таких как Игорь Иванович Стрелков Благодарю Олег Считались Как божески И в общем-то Уже тогда Было понятно Что Бессмертный полк Кто бы его Не курировал Это фактически Возрождение Древнего Родового Ритуала И я тогда Записал ролик Которым я критиковал Старикова По поводу Его достаточно Агрессивного Отношения К Бессмертному полку Поскольку Ну как мне кажется Николай Викторович Тоткие вещи Чувствует Не всегда А больше Формальный логик И поэтому Ну в общем Была такая Дискуссия Она в общем-то Ничем не закончилась После того ролика Я с ним Практически Не общался Ну Было такое дело Что касается Игоря Ивановича Стрелкова Дело в том Что в 2014 году И в 2015 Я конечно Как и все Пребывал в эйфории Относительно его Фигуры Относительно его Значения При этом Даже Тогда Я уже чувствовал На подсознательном уровне Что на некоторые вещи Приходится закрывать глаза Но в целом Вот сейчас По прошествию Ну сколько прошло 11 августа Его ушли 11 сентября 14-го года Он дал первую Пресс-конференцию В Москве И вот сейчас Складывается картина При которой Я могу сказать Что мое отношение К нему Очень сильно Изменилось Дело вот в чем Я Как человек военный Тоже Закончил военное училище В общем-то Кадровый офицер Главного разведывательского управления Я исхожу Из общих интересов Русского мира Русский мир Это такая вещь Которая Независимо от того В каких странах Мы живем Она имеет Определенную кадровую базу Во всех Советских республиках В принципе Я Вот так вот Если пересказывать Традицию Генерального штаба Это рюрики То есть Когда например Пресеклась линия Рюрика Пришли Романовы Тем не менее Родственники ушли И стали Ну как бы Военачальниками При дворе Романовых И они сформировали Такой знаете Центр управления Который впоследствии Кстати В лице Бориса Михайловича Шапошникова В содружестве Со староверами Которых Представлял Сталин Они собственно говоря И повлияли На Октябрь Так вот Игорь Иванович Стрелков При всем притом Как мне кажется На сегодняшний день Имеет колоссальное влияние Вернее На него Имеют влияние Ну скажем так Нерусские Центры управления То есть Та позиция Которую он занимает В отношении К русскому миру И государственности Особенно его Белый монархический проект Его Белогвардейщина И так далее И так далее Особенно Последнее время Открытые заявления Которые направлены Против главнокомандующего И против Политики Кремля При всем при том Я сейчас О политике Кремля Отдельно остановлюсь Показывает Что Ну знаете Есть в бою Или там В оперативных играх Иногда наступает момент Который называется Вскрылись все Так вот Игорь Иванович Стрелков Он оказал Он вообще сделал Очень много полезного И это полезное Пересекается С очень большим Количеством Вреда То есть По некоторым Аналитическим Оценкам Вообще Вот этот Поход на Славянск Это была Синхронизированная И спланированная Акция Вместе Для разжигания Этой Медийной Войны Это война Кроме того Что она На убийство Русских людей На Донбассе Причем с обеих сторон Мобилизация Некабедная И обстрелы Мирных жителей Так вот Для того Чтобы эту войну Развязать Нужно было Обратное плечо Это обратное плечо Через Олигархическую Агентуру Было заброшено Завербовано Сформировано И кстати Убийство Полевых командиров В последнее время Связывают не только С их деятельностью По защите Донецкой Луганская Республика Но еще и по Знанию определенных Секретов И тайн Того времени То есть Отношение к Игорю Ивановичу Стрелкову Неоднозначное Сложное Пригласить его На эфир Можно Но я честно говоря Я не знаю О чем с ним говорить Дело в том Что Как мне кажется Он командир Определенного уровня Бригадного Может быть Дивизионного А когда он Начинает Подниматься Чуть выше И судить Вещи Государственного Управления Это совершенно Другой масштаб У меня такое чувство Что Игорь Иванович На это не тянет То есть Он рассуждает На уровне Шестого Приоритета Давайте Возьмем штыки Пойдем в атаку И одним махом Все сделаем А так не бывает То есть Есть определенный уровень Военной некомпетентности То есть Управлять Бригадой Полком Дивизии Человек вполне может И это его Дело На роду написано Но как только Он начинает Выдвигать На более серьезные Государственные позиции И он начинает Давать оценки Процессам Которые ничего не понимают То здесь можно получить Вреда еще больше Чем если бы был Даже злой умысел Это называется Некомпетентность Пригласить В эфир Я его с удовольствием Он бы пригласил Я знаю Как он ко мне относится Ну то есть Я высказывал свое мнение И его окружению И в 2014 году И в 2015 У нас есть Определенное Идеологическое расхождение Относительно того Как надо строить Русский мир Я все-таки считаю Что Путин Как представитель Русского генерального штаба Как основного Своего центра управления При этом Конечно же Коммуникатор И по отношению К другим глобальным Центрам управления С которым считаются Так вот Путин Это государственный С большой буквы Который Не просто Знает А умеет Управлять Такой махиной Как Россия Игорь Иванович Мягко говоря До этого Не дотягивает Поэтому Ну Как сложится ситуация Специально приглашать не буду А если Подвернется случай То почему бы Не поговорить Во всяком случае Я думаю Что Игоря Ивановича Стрелкова Нужно послушать Полковника Петрова Генерала Петрова Его лекции Нужно Почитать Достаточно Общую теорию управления Нужно Немножко Оторваться От окопов И если уж Он хочет заниматься Государственным управлением То этому делу Надо научиться Как-то так Как там Петька говорил Василий Иванович А в мировом масштабе Смаешь командовать Нет Петька Не смогу А что так Языков не знаю Вот из этой же серии То есть Уровень компетенции На что-то Напирается Да Напирается И дальше Ну хорошо Мне это ясно Я этого ясно Данила За этот вопрос Да Вернее пишет Да Очень интересно Русский договор И очень здорово Сложившаяся ситуация Вестник Богов Пишет В эфир Здравая мысль Насчет русского договора Здравая мысль Насчет русского договора Я также Мыслю Живи по совести Твори Созидай Люби Свою землю Не подведи В бою Вот такое выражение Такие мысли У наших радиослушателей Выражение этих мыслей Так Смотрим дальше Вопрос эфира Владимир Измытищ Дмитрий Информации много Какие каналы Посоветуете смотреть Или слушать Ну По большому счету Если знать методологию Как обрабатывать информацию То слушать надо все Надо слушать И Соловьева Потому что Это представитель Определенного Глобального центра управления Который является Одним представителем Крупнейшей Медийной Элиты В России Нужно слушать И первый канал Это другой Единый план Нужно слушать Безусловно Кобовцев Потому что Вот Чего у них не отнять При том При том Что они занимают Вроде бы Посевную позицию Они посевают знания А не структурируются В какие-то структуры Тем не менее Они представители Древнего Большевистского Ну Практически языческого Вот этого Древнего русского Представления О справедливом обществе Да Русского Древнего жречества Они сумели Даже Я не думаю Что они прям встречались С людьми Которые им передавали Эти знания Они сумели Я не знаю Из нас Сферы Из ощущений Просто потому Что они кибернетики Математики Они сумели Сформулировать Самое главное Это достаточно Общая теория управления Причем управления Любимую музыку Ну конечно же Надо Помимо всего этого Учить язык Учить язык Не с точки зрения Чтения Потребительского Отношения С точки зрения Применения его Как инструмента То есть Уметь говорить Делать публичное Выступление Уметь вести Переговоры Уметь убеждать Вести дискуссию А застроить Группы В социальных сетях Для того чтобы Заниматься Извините меня Банальное Словосочетание Русской пропаганды И тогда Ну у нас У всех Будет какая-то Русская Ну ты забыл Еще упомянуть Одно такое Значимое Средство массоинформации Как ТРК Крым А не Ну мы Просто Мы понимаем Что мы региональные Нас смотрят Конечно на спутники Практически Вся Россия Но Но все-таки Мы с федералами Не потягаемся По охвату Ну да Нас смотреть тоже стоит Вот здесь Разные Как ты начал говорить Про Коп Здесь разные Появились мысли И вот Солнце написало Не люблю Коп Почему не любит Не написала Ну Солнце Я же никто не заставляет Замуж за Коп выходить Ты напиши Что конкретно Тебе не нравится А то как-то А не люблю И все Я кстати тоже могу сказать Что мне там не нравится Я не хочу сказать Что я там прям Люблен без ума И без памяти Я считаю Что Самой концепцией И в ее Историческом Изложении Изложении Исторического Глобального Процесса Очень много Опускается Русской Космогонки Очень много Опускается Элементов Уже очевидных Для большинства Связанных с новой Фонологией Связанных с банальными И вещами Которые все Могут Видеть Это не описывается Никак А это на самом деле Оказало колоссальное Влияние На русскую Скорость Ну то есть Даже те же Первые этажи Которые превратились В церковные Это потоп 47-го года 1847-го И 1778-го Было Несколько Катаклизмов Которые Изменили Климат И Сделали Сибирь Практически Безжизненной И так далее И так далее Вот об этом Учебники молчат И КОТ молчит Это неправильно То есть Все равно Надо занимать Более наступательную позицию Они занимают Более оборонительную Потому что они Антибиблиисты Ну это вот такие люди Они в общем-то Открыто говорят Что они ни с кем не воюют Они тоже готовы Заключить русский договор Но они конечно Не представители Библейского проекта Понятное дело Что среди русских Очень много Убежденных христиан И это Ну Это реалии То есть это как Солнце светит Ветер дует К этому надо относиться С пониманием И ни в коем случае Согласно того же Русского договора Никого не стараться Переделать Ну а с другой стороны Когда разговор Про библейский проект То они же Долгое время Сейчас я уже Последний Не анализировал Но долгое время Там была ссылка На один из вариантов Библейского проекта Как Коран То есть Вот рассматривалось Что здесь Написано Истинно правда Я нисколько Не против Корана И так сказать Изучал его внимательно И скажу Что да Написано Достаточно грамотно И многое Многое там Можно брать На вооружение Но У меня тогда Возникал вопрос А почему Упоминается Библия Как что-то негативное Коран Как что-то положительное Но при этом Когда мы говорим Про русских людей И для русских людей Не упоминается Наша древность Наши какие-то Заповеди Наши какие-то Писания Только из-за того Только из-за того Что их мало Или только из-за того Что кто-то сказал Что это подделка Или из-за того Что просто Как-то они Не были изучены И вот на это Большинство кобовцев Отмечало Отвечало примерно так Ну кобовцы Я не уничижительный В смысле говорю Просто так сокращенно Что это все Подделка Это все выдумка Выдумка И там различные Там госдепа Кого-то там еще Ватикана И так далее А когда начинаешь Задавать вопросы Вот это имеет истину Правду жизни Говорят да Ну как же это может быть подделка А вот это да Ну как же может быть подделка И так далее И еще одна тоже ссылка Которая постоянно Как ответная идет Ну вот Если мы возьмем сейчас Какие-то ордена древние То мы увидим Что у них В писаниях Практически один в один Из того Что во многих ведах Русских Славяно-арийских Или других Напечатано сейчас Которые вышли Я тогда задаю вопрос Скажите пожалуйста А кто изначально был Все-таки Древние наши пращуры Или вот эти ордена Что раньше Что позже И вот если вы Ответите на этот вопрос Тогда для вас станет Ответ Появится ответ А кто был в начале Да Какая-то курица Или яйцо Или петух Да Вот то же самое Вы ответьте себе И вот Некоторых Некоторых Таких достаточно Рьяных Людей С точки зрения Защиты Коба А вернее Вот этой версии Которая в Кобе Была посеяна Что это все Выдумки Наводил И провокация Против нашего Всеворусского мира Их как-то это Иногда Ну Вводило В стадию Задумчивости И они говорили Ну пожалуй да Пожалуй да Ты тут Вот прав Вот как ты Как ты вот общаешься С людьми Которые Так иногда Отвергают Все русское А обращаются Куда-то там В далекие миры И земли Для того Чтобы получить Там истину жизни Тут есть Два аспекта Ну во первых Первый Я занимаюсь Практической деятельностью Поэтому даже Ну поскольку я Взаимодействую С разными людьми Не только с Кобовцами То если возникает Практическая необходимость Взаимодействия То глубокие разговоры Которые могут быть Конфликтными Да Ну вызвать дискуссию Мы начнем там Доказывать что-то Мы их просто откладываем И потом Тоже в рамках Русского договора Есть вот Необходимость Сражаться вот сегодня Здесь и сейчас А мы не лечим Друг другу мозг Если мы Специально садимся Обсуждать Древние вещи И Глубокую историю То Тут нужно понимать Еще вот такую вещь Что когда Авторы Концепции Писали Достаточно общую Теорию управления И восхваляли Коран В своих работах И знаменитая работа Вопроса Митрополиту Петербургскому Ладожскому И так далее И так далее Они там сделали Ряд заявлений Которые Остальные последователи Восприняли Они начали Критиковать Жречество Ведического Проекта И Это Обосновывали Тем Что когда Апостол Павел Приехал На русские земли Они ему Ну типа Он предложил Концепцию управления А Жрецы сказали Нет у нас Своя концепция И в общем-то Ничего не противопоставили А потом Когда пришло Крещение Они Ну взяли И предали Это не совсем так Дело в том Что Кобовцы Тут на самом деле Очень много На тяжах делают С точки зрения Предположений А не фактологии Дело в том Что шестой приоритет Если пользуются Эктивной аналогией Он подразумевает Не полное уничтожение Людей На той или иной территории А резкое изменение Соотношения Носителей Культуры Так вот В тот момент Когда был геноцид Во времена Крещения И было Не уничтожено Тотально Все население А было резко Сокращено Физическими убийствами Количество Жрецов И носителей Той культуры А оставшиеся Не смогли Повлиять На Ну На общеинформационное Поле То Можно ли это Назвать Предательством Жречества Того времени Конечно же Нет Соответственно Ну И вот это Вот критическое Отношение К жрецам Ведического проекта И как они Называют К жреческим Ведическим Кланам Которым они Распутина Относят И так далее И так далее Это кстати Староверы Староверческие Кланы Они действительно Имеют место Быть И они кстати До сих пор Активны Они во многом Определяют Политику Определяли Политику Советского Союза Ну Шутка Ли Сказать Маленков Безызвестный Он Родился В староверческой Семье И через Одного Видны Советские Партийные И хозяйственные Дентили Это были Люди Рожденные В семьях Староверов То есть Вот это Отношение Их К Ведическому Проекту Мне до конца Непонятно И Я честно Говоря Ну Не загружаю Пока этим Голову Хотя вопрос Конечно С точки зрения Исторической Науки Дискуссии Он конечно Очень интересен Ты знаешь А я думаю Что этим Так или иначе Придется Загрузить голову Потому что Необходимо Искать выход Из сложившейся Ситуации Дело в том Что здесь На мой взгляд Очевидна Следующая Такая Парадоксальная Вещь Люди В большинстве Своем Последователи Концепции Общественной Безопасности Среди которых Много моих друзей Они Очень часто Как это В общем-то В большинстве У большинства Людей Проявлено Так же Как и большинство Людей Берут Высказывания Известных Личностей За основу Своих Рассуждений То есть Для них Сказанное Кем-то Из Вот таких Вот известных Людей Становится Истинной В последней Инстанции И они Без проверок Без интереса К тому О чем они говорят Просто Это высказывают И начинают Доказывать Свою правоту Тем самым Доказывая Правоту Того течения Которым они Находятся Это же Свойственно И различным Сектам Это же Свойственно И различным Признанным Религиям То есть Если есть Адепт Фанатик То в этом случае Он не задумываясь Повторяет слова Ну как Сходит Свидетель Иегова Да давайте Поговорим О Боге Ну давайте И вот они О Боге Разговаривают Причем Очень часто Разговор о Боге Заканчивается Не рассуждениями А только Всего лишь Навсего Цитированием Того Тех выдержек Вернее Из той Библии Которой Там Им кто-то дал И не более Этого Вот Поэтому Здесь примерно Та же самая Аналогичная ситуация И когда я задаю вопрос Хорошо А вы знаете Вот об этом Нет не знаем А вот об этом Нет не знаю Как же вы можете Рассуждать о том Чего не знаете И вот Опять же Если вот таким образом Подходить Без наезда Без упрека А просто-напросто Задавать вопросы То в этом случае Любой Здравомыслящий человек Начинает задумываться А как я вообще могу Говорить о том О чем не знаю Только из-за того Что может быть Где-то я об этом услышал Ну и что А правда ли Может быть Я не так это услышал Может быть Не это мне хотели сказать Может быть Те люди Не до конца разобрались Это что же получается За меня подумали А я этим живу Но это то же самое Как съесть то Что кто-то за тебя Уже съел Вот из этой же серии Так Ладно Хорошо Хорошо И вот когда ты Да Покомментируй Ну Это догматизм Догма Догматы церкви А церкви могут быть Совершенно разные Они построены На определенных идеях В принципе Искоба можно сформировать Тоже церковь И ее последователей И использовать Как инструмент управления Людьми Которые не умеют Мыслить Самостоятельно Используют Формулы догматические То есть Здесь тоже Очень тонкая Грань Надо Очень ровненько Относиться Ко всем Чтить Русский договор При этом Понимать Собственно говоря Свою миссию Иметь свою цель Быть открытым И честным Называть вещи Своими именами Но при этом Не стараться Кого-то переделать Ну да Люди догматические Ну наверное Не третье Не пятое Воплощение То есть Еще какой-то Путь еще впереди Предстоит Ну наступит время И они начнут Способны будут Рассуждать Критически Относиться К любым авторитетам Согласен с тобой На самом деле Я когда это говорил Не хотел никого Обидеть Не хотел на кого-то Пальцем показывать Как там мартышка Не будем пальцем показывать Хотя ты был слоненок Вот Но все-таки Когда ты сказал Что можно сделать Из КОП религию Я наверное думаю Что не только из КОП А из любого учения Можно сделать религию Абсолютно из любого Как только появляется Такой активный человек В управлении Который хочет власти Хочет любви В кавычках И от своего окружения Своих воздыхателей То в этом случае Очень быстро Это правильное направление Которое могло быть полезным Для всего нашего населения Превращается В некую религиозную секту Не с точки зрения Что они к религии Какой-то относятся Известно С точки зрения отношений Где есть учитель Или гуру Контроуправления То есть построение Толпоэлитарного общества При котором последователи Не умеющие Критически смотреть на догматы Становятся пастрой Да-да-да И вот что я еще тоже заметил Я не знаю Ты это обращал Немал или нет Я в свое время Занимался очень активно Внедрением себя В различные секты Для того Чтобы разобраться Что там происходит И разрушение их изнутри Смотреть процессы Становления этих сект Так что это вопрос Я изнутри знаю И разрушение Как их можно разрушать И несколько раз Мне удавалось Такие маленькие секты Просто на месте разрушать Практически Никакой агрессии Не проявлять Не приходить туда С дубинами И так далее Я обратил внимание Что большинство Адептов любой секты В кавычках Секта мы сейчас говорим Вот о чем говорилось раньше Не в религиозном смысле А вообще Это люди Которые чем-то в жизни Не удовлетворены Те, которые чувствуют Какую-то острую Несправедливость У кого в семье Какая-то проблема С любимым человеком Проблема с детьми И так далее Которые смотрят на мир И видят Что он устроен не так И они ищут Того самого Условно говоря Спасителя Потому что Сами не могут Ничем справиться То есть они не видят Выхода ситуации У них нет своих сил Ни моральных Ни физических Ни энергетических Ну и так далее И они ищут Того самого спасителя Который вот как Христос пришел И сказал Делайте вот это Вот это И вот у вас все будет Хорошо Условно И они вот Привязываются к такому Учителю Начинают смотреть ему в рот А если учитель еще Обладает харизмой Если он еще Какими-то знаниями обладает Если еще умеет Правильно говорить И доносить Ну тут вообще Все складывается Все хорошо Как только Как только Вот эти вот адепты Получают какое-то Удовлетворение Но причем На уровне Своему личному Например Мальчик встретил девочку Там мужчина Встретил женщину Здесь же В этой самой Словной секте И как только У них завязываются Нормальные отношения И у них появляется Здоровая семья Они все дальше Они все дальше И дальше Отделяются От этого общества В котором Они присутствовали То есть Как только У них налаживается Взаимоотношения По принципу Мужчина Женщина То что нам Дано изначально И по принципу Устройства Семейного союза Все Им больше Никакая секта Не нужна Мир их выстраивается И через этот Новый мир Мир внешний Начинает себя Проявлять Более правильно Кстати нужно сказать Большое спасибо Женщинам Они существа Более приземленные А мужчины Существа Ветающие в облаках Как только Женщина Выбирает Мужчину И они создают Какой-то союз Мужчина Становится Более приземленным И это На самом деле Имеет хорошие признаки Потому что Можно сколько угодно Ветать в облаках Но если ты не состоишься Как хозяин Хозяйственного проекта Семейного То ты никто И звать тебя никак Поэтому тут Спасибо Надо сказать Женщинам Это основные Борцы с сектой Правда И они сами Если они одиноки Они в сектах Ужасные вещи Да Здесь я Все-таки Поосторожнее Относился к тому Чтобы Отдавать первенство Кому-то Мужчинам Или женщинам Я думаю Что семейный союз Он на той Семейный союз То каждый равноправен В своем направлении Внутри его И поэтому Здесь И от мужчин От женщин Многое зависит Да-да И поэтому Когда я видел Например секты Где были практически Одни женщины А видел наоборот Где больше было мужчин Видел где так Примерно серединка На половинку Но у всех была проблема В одном Что-то не то В личной жизни Что-то не так И вот там Начинались потом Это неустройство Личной жизни Переносилось на общество Переносилось на власть Переносилось Что в принципе Сейчас оно и происходит Кто-то недоволен Путиным Кто-то недоволен Еще кем-то И постоянные жалобы Нас там гнут Нас убивают Нас И так далее Ребята А вы где? А хозяин Кто на земле Секундочку Если вы хозяйство Своё оставили Если вы сняли себе Полномочия хозяина Если вы не проявляете Как хозяин Но святое место Пусто не бывает Придет тот Кто будет хозяином Но в этом случае Не факт Что он будет вас устраивать Так может быть Сначала надо стать Хозяином Может быть сначала Надо решить Те проблемы Которые Необходимо решить Здесь И сейчас А потом уже Все будет Так как должно быть Тогда и вот этим ребятам Придется с вами считаться Вы же на самом деле Хозяин И тогда они будут Подстраиваться Уже под вас Потому что если они С хозяинами договорятся Им придется уйти С этого насъезженного места Все ведь логично И просто Вы где? Сопли ваши Они только Скользкость вам самим Доставляют Вы только падаете Ломаете руки-ноги Вот вернемся К тому Когда происходили Смена проектов Как Ну слово проект Не очень нравится Но пускай будет Смена вот этих вот Строев Режимов И так далее Ведь что же получалось Если сейчас мы проведем Параллель с сегодняшним миром О чем я говорю Когда средства массовой информации В руках определенных людей Зачастую Когда Тоже в руках Определенных людей Когда Работу дают Тоже определенные люди И устанавливают Правила На этой работе Когда мужчины и женщины За выживание сражаются Дети предоставлены Сами себе Их воспитывают Вот эти средства массовой информации И прочие-прочие-прочие Программы Которые создаются Так вот Если мы Сейчас вернемся К жречерскому К жречерству Как сказать Ведического проекта Как это В Кове говорится То там Интересно Дополнение К тому, что я сказал Момент так очень интересный Что происходило Приходили наемники А наемники Они ни с кем не воют Они просто убивают Исполняют свою работу По большому счету Есть воин Есть наемник Вот это надо разделять Кто еще не понял Наемник он не воют Он пришел Свои деньги отработать Это палач Мы заплатили Он там Без чести Без совести Направо-налево Рубит Если мы сказали Если не сказали Не рубить Он не будет рубить Так вот Приходили Быстренько Вырезали Кого только можно Дальше По канонам Которые в библейских проектах Прописано Забирали детей До 12 лет Куда они их дальше отдавали Они их дальше смотрели Если у тебя Приспособленность к работе В рабстве Если приспособленность К религии В религии Если к управлению В управлении Но сначала воспитать надо Раба воспитывали Через плетку Религиозного деятеля Воспитывали Через монастырь Через учение Управители воспитывали Сначала монастырь Обучение А потом там Какая-то Другая структура И получались Через 10-12 лет Вот такие выходцы То есть брали Русичей Брали наших Единокровных братьев Радовичей Маленькими Которые еще не успели Опыт полностью взять Там 6-12 лет максимум Их отдавали Определенные заведения Сортируя Кого в рабы Кого еще куда-то И через 10-12 лет Появлялись Такие серьезные Ребята Уже Горящие С горящим вздором Которые понимали Что им надо делать С точки зрения Религиозных Или политических Взглядов И направлений И вот Гражданская война Пожалуйста Обеспечена Вроде бы Однокровные Вроде бы И сыновья И дети И там Братья и сестры А рубят же своих Только из-за того Что другой Взгляд На веру И представление На жизнь Вот пожалуйста Сейчас происходит Примерно то же самое Откуда вот эта Так называемая Разница поколений Конфликт поколений Который Впервые Там описывался Насколько я помню В 19 век Первый появились Такие серьезные Высказывания До этого Как-то Разницы И конфликте поколений Особо не упоминалось А вот Классики наши Часто уже стали об этом писать И давайте вспомним А что же появилось В те времена Какие нравы Вбрасывались В нашу среду Вот пожалуйста Вот примерно То же самое Да Технология В общем-то Одна и та же Они методически Практически не меняют Но только Делают это Через новые Технические средства Так Еще У тебя время есть Ты так это скажи Да Я смотрю Тут вопросы Да Вот давай К вопросам вернемся Итак Владимир Да Итак Значит Вот Владимир Изматищ Эта война Вообще закончится Тут достаточно хитрый вопрос Я вот на него смотрю И думаю Дело в том Что мир так устроен Что Вот если терминология Зеленой тары Может быть Аудитория о ней слышала Ну радиослушатели То мир устроен так Что есть энергия Ян Мужская Производительная Это энергия Роста Развития Стремления К солнцу К свету Есть энергия Ин Это энергия Угасания Разрушения Деградации Есть точка Стабилизации Так вот Эта война Вот Если взять Теорию и практику Сценарного дела И даже посмотреть На структуру любого Художественного фильма Любого сериала То там Основной Драматической пружиной Являются Качели Между положительными Эмоциями И отрицательными И именно благодаря Этим качелям Держится зрительское Внимание А в человеческом Обществе Именно благодаря Качелям Между Злом И добром Если на очень простых Собственно говоря Рост Человека Как существа И происходит Поэтому эта война Вообще На этой планете Никогда не закончится Весь вопрос В том Какую часть Своей жизни Мы сможем Прожить В положительном Полупериоде Или большую часть В отрицательном Это тоже Кстати Во многом От нас зависит Ведь если вспомнить Что такое Дюжина Да Сдюжин 12 воплощений То Работы непочатые Правильно Надо столько Социальных ролей Отработать Надо столько Перед собой Поставить задачи Их решить При этом Еще Вписываясь Вот в эти Качели Между добром И злом Что Стремиться К тому Что война Вообще Закончится Мне кажется Не стоит Если закончится Эта война Закончится И жизнь Человеков Потому что Мы же тут Университеты Проходим Такой Философский Ответ у тебя Достаточно Очень Интересный Хорошо Идем дальше По вопросам Ингварь Вопрос эфир Дмитрий В своих передачах Вы говорите о том Что возврат к СССР Наш путь А как вы относитесь К тем Кто пропагандирует Отказаться Выполнять законы РФ Мотивируя ее Незаконностью То бишь Не хотят платить налоги Спорят о судах В судах Объявляют себя Генсеками Министрами СССР И прочими Должностями При этом Требуя Вернуться к СССР Несколько Странным Способом Противодействием РФ Вопрос Непростой Он вложен Ну во первых Я Ностальгирую По СССР Как я его понимаю Я родился в 66 году Но при этом Я как военный Аналитик Я понимаю Что за всю историю Советского Союза Их было 7 Первая Часть государства Была С 17 По 22 Потом с 22 По 28 28 28 год В грустных Кругах Вообще Называется Великая Русская Революция Это когда Сталин Сделал Сталинский Призыв Партию И разбавил Еврейскую Партию И там Появилась Примерно Половина Половина Людей С земли То есть Заработали Социальные Лифты И это Были Большевики Те остальные Они же были Коммунисты Ленинцы И получается Что СССР Тот Которому Стоило бы Вернуться Это СССР Примерно С 28 С 29 По 53 Ну пусть По 65 63 Ну по инерции Когда уже были Реализованы проекты Заложены еще Во времена Сталина И космос в том числе И образование И так далее И так далее А вот последующий СССР Это достаточно Интересный Марксийский Проект Который В принципе Находился Под управлением Глобалистов И Мягенько Мягенько Шел к тому Чтобы Ну Ниже несколько Марксийских Проектов Та же Северная Корея Та же Куба Хотя Фиделиук Астровое отношение Конечно же Хорошее Тем не менее Это был марксист В самом Обычном понимании То есть Возвратка СССР Сразу Требует Уточнения К какому СССР Возвратка Это вопрос Непростой Что касается Людей Которые Нарушают закон И собственно И называют себя Генсеками Министрами Я видел пару Писем таких Когда люди Просто Ну Городские сумасшедшие Бывают всякие В разных сектах И поэтому Отношение к ним Строго определенное Законодательство Оно для того и создано Чтобы держать людей В рамочках Чтобы они Ну минимум Дисциплину души Держали И поэтому Относиться к городским Сумасшедшим Как-то иначе Как к сумасшедшим Я не призываю Ни в коем случае СССР Это для меня Прежде всего Большевистский проект Когда преследуются Интересы большинства Когда нету Толпа элитарного общества Когда сын Любой Уборщицы Любого завода Может стать Министром И Занимать любую позицию То есть Социальные лифты Работают как заводные Вот такой СССР При котором Рождаемость Превышает смертность И В 61-м году Советский Союз Достиг небывалого уровня Когда На тысячу рождений Было 6 смертей Это 6 промилле Вот Такой СССР Меня устраивал А Вот другие Когда Особенно после 85-го года Я бы еще посмотрел В общем понятно Поосторожнее скажем Так К разным выступающим Да И опять же Хочу обратить внимание Оперируем стереотипными Понятиями СССР Это хорошо А оказывается Их там 5-6-7 разных К какому СССР Относиться хорошо А к какому Не очень Ну и так далее Ну и конечно Нарушать закон Не надо Потому что Инструментарий Государственный Для того и создан Чтобы Городских сумасшедших Немножко изобили Опять же вспоминаю Василий Иванович А ты за какой Интернационал Да Так что Не все Интернационалы Одинаковы Хорошо Хорошо Идем дальше Аркуинон Вопрос в эфир Здравия Дмитрий Можно хотя бы Кратко озвучить Основные Способы Или методы Работы с информацией Думаю Это будет полезно Услышать многим людям Хороший вопрос Ну во-первых Прежде чем Работать с информацией Нужно Иметь Определенный Базис Фундамент Который В теории Практики Разведки Называется Пересчитайте Игроков То есть Информация Как Ячейки Вот просто Вот такая Картинка Образ По устройству Концептуальной Власти Надо даже Просто на пальцах Знать имена Как называются Те или иные Масонские Ложи Ордена Понимать Примерно Как Чьими устами Озвучиваются Их цели И задачи Вот как только Это миропонимание Будет Сложено Тогда можно будет Очень бесконфликтно Спокойно Анализировать Любую информацию И самое интересное Даже выдавать ее И вроде бы Она там По идее Должна разжигать Рознь Вызывать какие-то Приступы Борьбы с антисемитизмом И так далее Нет Ничего подобного Вот правильная Картина мира И анализ Информации По схеме Разведданные Которые Если сложить Какую-то картину Превращаются Разведсведения Потом Разведпризнаки В разведсведения Потом Оценка Расчет сил и средств Прогнозирование Планирование И исполнение Задачи Тут еще появляются Собственные цели Вот если рассуждать Пассивно Вот давайте Проанализируем Там события Трамп вызвал к себе Тех же Ну Директоров Разных средств Нас информации Что это за событие Как вот анализировать А никак не анализировать Если не понимать Кто такой Трамп Кто такие глобалисты Какие кланы Курируют Трампа За кого вышла замуж Его дочь И что его зять Сделал С точки зрения Социальных сетей Как он в интернете Обыграл основные Средства Массовой информации Что это за клан Что это за религиозная Организация И так далее И так далее Вот если этой всей Картины нет То можно и даже Не начинать Ничего В интернете Хорошо Вот ты неоднократно Здесь уже У нас в передаче Прознес слово Еврейский вопрос Как там Мой знакомый Один сказал Слушайте Ребят Меня не интересует Еврейский вопрос Пускай евреи Своим вопросом С вами разбираются Меня интересует Русский вопрос Потому что я русский Как ты думаешь Для чего нам нужно Поднимать тему Еврейского вопроса И нужно ли вообще Поднимать Ну я вырос И родился В городе Каховке Который называется Маленькая Одесса То есть По переписи 1905 года Это маленький Торговый город Который на Днепре Стали Там было Пять синагог И одна православная церковь Это был большой рынок На перекрестии Всех дорог И Я хочу сказать Что русский вопрос Он все равно Будет Неразрывной связи С еврейским Прежде всего С точки зрения Теории и практики Управления Дело в том Что Количество знаний И качество знаний Которые преподаются В закрытых Обществах Да Не атомизированы Что такое Не атомизированное Общество Это все равно Высокая плотность Взаимодействия Внутри общины Вот Чего у евреев Не отнять Это то Что на тысячу человек Там минимум 300 духовников Которые держат Как цемент Все общество И при этом Позволяют Сеять Управленческие знания А русский вопрос Заключается в том Что наше общество Атомизировано И даже если мы Собираемся В какие-то общины Духовников Все равно Не хватает Особенно Грамотных Духовников Особенно Еще имеющих Стратегические цели И поэтому Понимать Как устроено Управление Всего мира С точки зрения Библейского проекта Кто эти управленцы И как с ними Взаимодействовать Как им помогать В некоторых вопросах И как например Уклоняться От Втягивания Себя В какие-то Игры Это все И есть Теория Практика Управления Кобовцы Преподают Достаточно Общую Теорию Управления А в разведке Есть еще Конкретная Персональная Практика Управления То есть Ты можешь быть Теоретически Подкован Как тот Чинаш В смысле Молодец Все знаешь Все понимаешь Раскладываешь Но можешь быть Ленивым Вовремя не поднимать Трубку Не любить Писать письма Не работать С документооборотами Соответственно Будешь профессионально Как управленец Профт непригут Этому кроме Достаточно Общей теории Управления Я еще и проповедую Конкретная Персональная Практика Управления Которая Заставляет задницу Поднимать Очень активно И быть дисциплиной Ну то есть Если я правильно понимаю Еврейский вопрос В данном случае Для тебя Не столь актуален А он просто Является Каким-то таким ориентиром А как вот вообще В данной ситуации Можно Что-либо делать так Чтобы достичь того Что достигли они Да вот как-то так Или что-то я Я упустил В том числе То есть у них Действительно Очень многому Можно научить При этом Понимая Их стратегические цели Нужно не забывать О стратегических целях Русских Кстати В очень многих вещах Эти цели Не противоречат Да Но если мы Разберемся Со своими корнями Мы увидим То что Большинство Того что было В древности У наших предков Оно сейчас В общем-то Как ты правильно сказал И присутствует В еврейских диаспорах То есть Жить роем Друг дружку поддерживать Но здесь Друг дружку поддерживать Много анекдотов Есть еврейских По поводу того Как они друг дружку поддерживают Не буду цитировать Но во всяком случае Один из анекдотов Когда черти стоят Там в аду Да И Там Где котел с русскими Там Один черт А где котел с евреями Там десяток чертей И там вопрос стал Чего это у вас здесь больше Да Да один русский высочет И убежит А это если высочет Он все за собой потянет Поэтому держим Чтобы не убежал никто Вот Поэтому Как-то была потеряна У нас самобытность Была у нас потеряна общинность Наверное Вот это является причиной того Что мы сейчас смотрим С завистью Может быть какой-то На то Как живут иные народы Как им удалось свою Содержать в порядке Бытность Вот это быт и общинность Но в то же время Как Ивана Невчонкина Как-то вот забываем о том Что у нас это было всегда Проявлено больше всего Вот это меня как-то печалит Я тут хочу сделать Очень важное замечание Связанное с тем Что русские на самом деле В том что они Ивана Непонечная росла И не виноваты В 19 веке Ну В период наполеоновских войн И особенно после 812 года На территории Всей современной России Был произведен Колоссальный Военно-исторический Психический Эксперимент Дело в том Что когда Сибирь превратилась Вот в эту пустыню Засеянную деревьями Не старше 180 лет Кстати вот Возраст этих лет Он очень коррелируется С тем что Русские не помнят Свою родословную Там скажем Моложе 1840-х годов 1828-х годов Только Это касается То есть Есть исключения Только у жителей Петербурга Ну У родов Живущих в Петербурге Это территория Нетронутая Ну или тронутая Но только не очень И некоторых регионов Польши Литвы И Белоруссии Весь Крым голый Местами даже До сих пор То есть Произошли какие-то Определенные события В результате которых Оставшееся население Молодое Было Разобщено Со своими родителями Оно было все Обращено в рабство И этот эксперимент Суть его заключается в том Чтобы ответить на вопрос А дети Которые От родителей Отлучены Они их не помнят Они жили в рабстве А по прошествии Этого рабства Как они себя поведут Генетическая память Как сработает Мы Ивана Не помнящие родства В результате Колоссальной войны Которая проходила На нашей территории Если вся территория России Не имеет деревья Старше 180 лет А мы Ивана Не помнящие родства Своих родственников Раньше 1830-40-х годов То нету нашей вины В том Что мы Ивана Не помнящие родства Наша вина только в том Что мы становимся Ленивыми Атомизированными Не стремимся Объединяться Здесь и такая теория Известна Но при этой теории Возникает вопрос Такой А почему Под это Попали Под эту раздачу Попали русские А вот те же самые Евреи Которых мы здесь говорим Они как-то Сохранили Свои корни Или они на тот момент Когда происходили Здесь вот эти Так сказать Катаклизмы Отошли в сторонку Этот шухер Над ними пронес И они теперь Обратно вернулись И уже как Хозяева стали Нормально здесь Расселяться И так далее Ну во-первых Прежде всего Это более важное Общество На тысячу людей Не менее Как от духовников Это всегда держат Какие бы Кризисы ни были То есть Все точно помнят Кто они Откуда пришли И куда идут А у нас У них было меньше И если взять И убить всех взрослых А детей собрать И распределить По По крепостям Прикрепить к земле К селам Городам А потом эти люди Начнут там Рожать детей И воспитывать Чем бог послал То вот Эксперименты Получаются То есть Это очень Больная тема Она на самом деле То есть Тут гордиться Особо нечем Но тем не менее Вот это Было проведено В период С 1776 Ну наверное С 6-го года С 7-го Да По 1816 С последующими Рецидивами И вспышками Вплоть до Крымской Воды Ну какая бы она была Небольная Неболезненная Нам все равно Придется с ней Разобраться Но самое Приятное Для меня Что несмотря На все вот эти Перипетии Большинство людей Все-таки Начинают задумываться Во всяком случае В России Задумываться о том Почему это с нами Происходит И начинают искать выходы Ну другой Ответ вернее А на другой вопрос Какие они выходы Здесь находят При помощи Кого это конечно уже Вопрос другой передачи Ладно Еще вопрос У нас в чате есть И мы эти вопросы Сейчас будем озвучивать Вопрос эфира От Олега из Иркутска Дмитрий Есть ли у тебя мысли По поводу Объединения Патриотических Информационных ресурсов В случае Закручивания Ну здесь бы Кавычка Наверное Гаек Со стороны Правительства РФ У которого уже Просвечивается Право Либеральный Уклон И на сцене Появляются люди В окружении Гайдара Видишь ли ты Течение Тенденции По поводу На колени И обстановки В русском обществе А также Напряженной Экономической Духовной Нравственной Ситуации В России И определенной Поляризации Разъединения Народа И по поводу Бессмысленной войны В Сирии У которой нет Конца и края Или все пучком Все ровно По твоему мнению Благодарю Олега Заркутска Война в Сирии Не бессмысленна А это война Между прочим Сакральная Духовная И ей Вот уж точно Несколько тысячелетий Сирия Это очень непростое место И Пальмира Это русское слово И вот это сражение Которое происходит С Исидой Исис Игил Это Одно и коренное слово С древней богиней Исидой То есть эту лекцию Можно рассказывать Очень долго И объяснять Почему Вот сейчас Произошла Спадка Именно в Сирии Если этого не понимать То конечно Война может Подказаться Бессмысленной Я думаю Что Вот это Разговоры о том Что мы сражаемся С Игил Потому что Они потом Привык к нам Правда в этом Есть Но это тоже Маскировочка Это война Действительно Религиозная И сакральная Что касается Ну это Длинный разговор Это можно Часами рассказывать Это надо Лекцию читать По истории По истории Религии По истории Библейского проекта По истории Едического проекта Там Очень Ну это Целая передача А вот что касается Закручивания Умигает со стороны Правительства РФ Праволиберальный уклон Праволиберальный уклон На протяжении 25 лет Просматривается С разной степенью Плотности В то же время С 99 С 96 Года После выборов Вернее Даже с поворота Примакова Он летел в США А потом Развернулся И не стал лететь Потому что Американцы Начали бомбить Белград С этого времени Просматривается Не только Праволиберальный уклон А просматривается Еще и Лево Русский Левый Большевистский уклон И это Ну очевидно Путин И вся его деятельность Это не только Подыгрывание Праволибералам Это еще и Выстраивание Собственной политики И это еще Грамотное маневрирование Когда он договорился С глобальными элитами Которые ему не мешали Ну на протяжении Как минимум Семи лет До его известной Мюнхенской речи Вот я вас Очень уверяю Что в Мюнхенскую речь Никакой праволиберал В жизни бы не прочитал А он ее прочитал И причем прочитал В очень непростой день В очень непростой момент времени И заположил Начало новой эпохи Развитие которой Мы видим Вот сейчас Через 10 лет То есть Кроме праволиберального уклона У нас в Кремле Есть и Другие уклоны И всегда Любая политика Это всегда Сумма Разных векторов движения Это как смеситель Есть кран Горячей воды Есть кран Холодной Все время утверждать Что все время кипяток Когда холодный кран Работает Или наоборот Тоже неправильно Потому что Ну нужно различать Знаете У православных Есть такое Утверждение Что они в своей жизни Опираются на писание И на предание Так вот И писание И предание Этого очень мало Нужно еще различить Добра и зла Различение Тонкостей В управлении Тонкости В маневрировании Так вот Если применять Различение То В правительстве РФ Есть очень много Векторов целей Они иногда Даже друг другу Противоречат Это только потому Что представители Разных кланов В любом случае Россия И кланы Которые стоят За Путиным Они умудряются Маневрировать И может быть Частично подыгрывать Одним Так другим Но тем не менее Двигать свою Политику И это кстати Большое достижение Что управление С такого уровня У нас есть Не все хорошо Не все просто Но тем не менее Там Вот на тех хлебах Все очень непросто Я вас уверяю Что если я там Или вы Окажетесь на той позиции Мы не справимся Ни одного дня Квалификации Ни одного дня Вот А что касается Объединения Патриотических Информационных ресурсов Да опять же Вопрос Вот я сегодня Вчера разговаривал С молодым парнем Который предлагает Объединить НОТ ВО и КО Ну типа Это же патриоты И соответственно У них По-разному Видится путь К изрождению Родины Но они-то заодно Я хочу сказать Что они не заодно Опять же Повторю В теории В практике Есть такой раздел У нас их Практически Нет Речь не только О сайтах Типа Рус Весна Или Антибайдан А именно Сайты Которые Будут Вот как Радио Будут Интернет Телевидение С аналитикой С ток-шоу С производством Фильмов С производством Мультфильмов Информацию Можно посевать Не только В виде новостей Краткосрочных А еще и Создавать Художественные Фильмы Например От того же Ивана Грозного Чтобы показать Какие условия Приходилось Тогда Работать Или Например Снять фильм Настоящий Его Берий Самая Бога На фигуре 20-го века Хотя На самом деле Это Выдающийся Русский Военачальник Государственный Деятель Грузинской Национальности Но Русский То есть Объединение Конечно же Нужно делать С людьми Нужно Общаться И взаимодействовать Но Не забывать О своей Стратегической Задаче Если Какого-то СМИ Патриотических Кланов Нет Его нужно Создать Я с тобой Согласен С тем Что Обы с кем Соединяться Наверное Это опасно Надо Понимать С кем ты Объединяешься Недостаточно Объединяться С тем Кто кричит За что-либо Такое Вот Очень тебе Нравяще Агитирует Потому что Иногда за криками Прячется совсем Не то Что есть На самом деле Когда же Мы говорили Про Сирию То в этом случае Надо наверное Понимать Что в древности Там была Перу-Новорусь То есть Перусы Или Персы Как называли А это как раз Наши Одно из Таких очень Серьезных Направлений Достаточно Продвинутых Были И вот Многие города Которые там Построены Правильно Указал На мой взгляд Очень точно Что Пальмиры Это Не арабы Строили Это Наши Древние И Этим Может гордиться Вся цивилизация В том числе И русская цивилизация Хотя Слово цивилизация Опять же Мне не очень нравится Вот И там Идет Бой Сейчас За восстановление Того Что В свое время Было Убрано И Агрессивно Навязано Многим То же самое Кстати Сейчас происходит В Украине В одной из передач Мы когда Говорили Я так Бросил информацию От себя Что Вот Представьте себе Откуда пошла Так называемая Киевская Русь Киевская Русь Пошла как раз С начала того Что там Пошла христианизация То есть Новое направление Оно С Киева Потянулось И потихоньку Стало Области Соседние К себе Подтягивать Потом дальше Это перешло Еще шире Еще шире И в конечном итоге Вот имеем Советский Союз Империю Как Так или иначе Последователь Последователь Киевской Руси Сейчас же Время Религии Закончилось Пришло Время веданий На мой взгляд Я могу ошибаться Кто не согласен Не бейте меня палками Я могу ошибаться Я бы сказал Свою точку зрения Время религии прошло Пришло время веданий Время знаний И сейчас происходит Обратный процесс Хлопывания Когда Отделяются От проекта Грубо говоря Киевской Русь Отделяются Насильственно Или добровольно Какие-то Определенные Участки Которые В свое время Проект Киевской Русь Под себя подмял Примерно То же самое Немножко раньше Происходило В Перу Происходило В Персии Что-то Отсоединялось Присоединялось Уничтожалось И сейчас Наступил момент Когда там Кое-что Возвращается На свои места Но Это процесс Очень болезненный Точно такой же Болезненный Как он был Болезненный Тогда Когда проект Начинался И то же самое В Украине Он точно такой же Болезненный Как был болезненный Тогда Когда он Начинался То есть с чего начиналось, тем же самым и заканчивается, на мой взгляд Так, вопросы еще есть, продолжаем Вопрос от Жени Макаровой Я тоже имею опыт внедрения в секты, очень интересный опыт Но они чуяли, что от меня идет тот свет, что им страшен Они впадали в агрессию, то есть опасно Восклицательные знаки Проще отойти без называния вещей своими именами Ни с кем не воевать Но они опасные животные И их много Так как же действовать разумно? В одиночку не выходит Не проще ли их не трогать? Сами себя съедят, жаль только их семьи В итоге опять бездействие? Ну, почему бездействие? Действительно, иногда нужно соразмерять свои силы То есть нужно понимать, что над каждой сектой есть определенное облако Информационное или Грегор, или как его угодно Это облако накачивается прежде всего источником силы Так вот, если вы идете в это облако и стараетесь сыграть какую-то оперативную игру И вы соразмеряете силы, потому что не все же силы не чистые Есть просто темные силы То есть они чистые, но темные И при этом там человек может быть настолько развит, что он вас может уничтожить Одним взглядом, одним коротким разговором Вы места себе находить не будете И можете закончить свой земной путь раньше времени Речь идет не о том, что нужно их прямо вмешиваться в их движение судьбы Но достаточно, если люди будут как минимум ответственно относиться к своим семьям К своему полю, которое они создали И к людям, которые находятся в вашей зоне ответственности То есть ваш род, ваша семья, ваши дети, родственники Вот за них можно потянуть мазу еще как Но брать ответственность за других и вмешиваться в драку Ну есть же космический закон Если не просят, не вмешиваются Это не касается родственников Но если не просят, не вмешиваются Самое главное себе четко определить вектор цели То есть не делать из себя богатыря Ильи Муромца Который без просьбы начинает вмешиваться в процессы В которых он может не все понимать И самое главное силы не хватит Не рассчитал силы в лес, куда не просили И все потерял Это тоже может быть Поэтому с этим нужно быть трезвомыслящим Здравомыслящим, но очень аккуратным Да, мудрость вам в помощь, то что называется Не пытайтесь сделать добро тогда, когда вас не просят Иначе добро может обернуться злом И обернуться злом против вас Вот здесь дальше следующий вопрос Вопрос от Виталия из Эстонии Мне напомнил анекдот Как помнишь, это индейцы бежали из плена Как же вам удалось бежать? Говорит, вот сидели мы в плену А на третий день зоркий глаз заметил, что у сарая нет стены И так И вот так мы и сбежали Виталий из Эстонии Вопрос в эфир А кто соведущий? Или на какую тему общаетесь? А ну человек может просто поздно Ну немножко с опозданием Да, но просто как вот Мне нравится сам вопрос Конечно, он уже понял Мы там в чате разъяснили Напоминаю, что мы общаемся с Дмитрием Тараном Виталий, если ты еще не понял Дмитрий Таран Это человек, который очень активно проявляет себя На ТРК Крым Это автор и ведущий программу «Информационная война» Вот такой ответ с моей стороны Дальше Дальше После этого небольшого казуса Переходим к еще одному вопросу Ингварь Вопрос в эфир Дмитрий Вы сторонник «красной» в кавычках идеи А как вы относитесь к роли РПЦ в современных событиях? Острый вопрос Да Ну я хочу сказать, что я Одно время был очень воцерковленным человеком Я даже как-то от епископа Тарфон Получил благословение на борьбу с сектантством Ну я пропагандист Я и военное училище закончил Язык подвешенный В общем-то Я всегда держал аудиторию Ну и получалось После знаменитого речи патриарха Кирилла По поводу Кирилла и Мефодия Которые пришли просвещать варварский народ У меня, конечно, произошел переворот сознания Потому что я военный историк И я очень много сил и времени потратил на изучение До христианской Руси То есть Прямую ложь я не смог правильно воспринять И с тех пор я отношусь к РПЦ очень критически Я не являюсь сторонником библейского проекта И, собственно говоря, я не являюсь противником Потому что я исповедую тот самый русский договор То есть я примерно представляю все векторы Все центры силы Я понимаю, что РПЦ это предприятие С упрощенным налогообложением При помощи которого оно получает определенную ресурсную обеспеченность Это инструмент глобального управления Это инструмент, который в какой-то определенный момент Может заменить категоричество в Европе Если на то будет принято решение в РПЦ Я считаю, что РПЦ это структура, с которой нужно взаимодействовать Их влияние, их активность, их влияние на людей Очень значительное С ними не нужно воевать Ни в коем случае не вступать в конфронтацию Потому что это противоречит русскому договору Но все время держать голову в трезвости И все время не навязчиво, не агрессивно пояснять или иной позиции Своей позиции Это нужно Что касается сторонней красной идеи Это тоже стереотипное понятие А я люблю всегда раскладывать У меня в военном училище Я системный аналитик Аналитик это тот, который анализирует Раскладывает на составляющие А потом из этого синтетик Складывает общую картинку Так вот, с точки зрения анализа Я бы красную идею разложил на несколько составляющих Есть красная идея, которая условно рождена в Германии Писал ее Маркс по заказу Энгельса Который вообще-то был служащим структурой Которая впоследствии стала МИ-5 Это одна из британских спецслужб Которая по глобальной предикторам политического крыла В Лондоне в Сити живет вообще-то Ну, носители этой идеи То марксисты это представители глобального предиктора Которые в обход сознания Сказали, что мир разделяет главный конфликт Между работодателями и работниками При этом совершенно замаскировал Вообще сотни процентов Вывев из конфликта банкиров Которые находятся где-то там Есть красная идея Ведическая Которую представлял Сталин Этот выпускник, не выпускник, а недоучившийся семинарист И который в содружестве с русским генеральным штабом Который является продолжателями традиций рюриков Они являются представителями красного проекта Который называется большевизм Вот я, скорее всего, большевик А есть еще троцкисты Это люди, которые никакого отношения не имеют Ни к марксистам, ни к большевикам Это представители Американских банковских домов Которые на корабле вместе с Троцким Приплыли в Петербург В марте 17-го года И буквально сразу же на следующий месяц Они стали членами РСДРП И тут же по договоренности Между Швейцарией и Вашингтоном Или Нью-Йорком Они, собственно говоря, возглавили Некоторые структуры РСДРП Вот если понимать, что в красном проекте Есть три крыла Марксистское Американское Ленин был коммуникатором между швейцарцами Это евразийское крыло глобального преддиктора А Сталин был секретарем на Земле Причем он был вов Очень высокого уровня посвящения То есть это был человек космический То у меня сразу возникает вопрос С какому красному проекту вы меня причисляете? А здесь уже ответ поступил О том, что написал Про сторонника красной идеи Это я утрировал Написал Ингварь А, ну да А я его разутрировал Разутрировал, да Вот когда ты сказал Разные направления И финансовые потоки Которые сходились как раз В семнадцатом году Для поддержки революции Каждый со своими интересами То очень интересный такой факт Когда якобы революция произошла Якобы произошла В Америке На следующий день появились газеты Где было уже описано О том, что революция произошла И что Руководителем вот этого всего революционного Был назначен Троцкий Хотя, в общем-то Троцкий тогда не был назначен То есть клише уже были подготовлены Уже выпуск был сверстан И в нужный момент он был распечатан Да, да, да Потому что они в то время Обладали средствами массовой информации Ну, во всяком случае Обещающими на Северную Америку Это к вопросу О информационной войне И информационной технологии Я даже не к этому Я к тому, что они Уже подготовили Кто будет руководителем То есть уже бабки, как говорят Были вложены Уже были подготовлены выпуски И когда там Выстрел Аврора, так сказать Произошел И Петропавловка бомбанула По-зимнему То в этом случае Сразу пошла телефонограмма Произошло И сразу эти газеты В террас пошли А то, что там Несовпадения были определенные Это уже никого не волновало Главное, что Я просто к тому, что Это все уже было подготовлено Вот к тому, кто сомневается Про оплату И финансирование Определенных структур Ну, ладно А вот давайте перекоснемся К того А как относятся К твоим выпускам Ну, скажем так Окружения из разных религий К выпускам Где ты, в общем-то Ну, говоришь Или твои гости Говорят не совсем то Что Как-то так Слагаемо С представлениями Этих религий Ну, в частности Если вот про РПЦ Мы здесь говорили Что к тебе вот К примеру Приходит батюшка И говорит Ну, Дмитрий Ну, как так Ты вот там Язычника притащил Или ты притащил Атеиста Ну, как же так Он там такую Бесовщину Пер Такую там Ахинею И так далее Как же ты такого допустил-то? Может, такие случаи у тебя бывают? Как ты с этим уживаешься? Нет, практически не бывает Потому что я стараюсь Не разжигать конфликтов На межконфессиональной почве Это первое Да, у меня есть там Определенные выпуски эфиров На которых я Ну, прямо вот Рассказываю историю Как воспитывали детей В староверческих Или старообрядческих семьях Которые еще Ну, содержат определенную часть традиций Были вопросы Со стороны иерархов Там Местных Но В целом Конфликт Не разжигается Потому что Все знают о том Что я Исповеду русский договор Русский договор На сегодняшний день Это Вещь Достаточно Интересная И привлекательная Для всех Самое главное Ну, знать меру Не заходить за быки И, в общем-то Не представлять угрозу Для их Проповедей И их пасты Чего я и не делаю То есть Это вопрос Исключительно Индивидуальный И, как говорят Сами Православные Чтобы прийти В храм И поплониться Ксении Петербургской Кстати Ксения Петербургская Это Староверка И Сергий Радонежский Старовер Александр Невский Вообще Чистый Ведист Хотя Он был Святым И Ведистов Но Пречислен Клипу Святых Русской Православной Церкви Хотя Сундаков Правильно Говорит Что он Воевал С воинством Христова И созывал На это Всю Православную Русь То есть Есть Языковые Признаки Разведывательные И исторические По факту То есть Александр Невский В 1240 году Когда его Двоюродный брат Данила Галицкий Присягнул Ватикан А он Присягнул Орде Вот тогда И произошел Этот исторический Расскор То есть Я Считаю Что мы Конечно Не третий рим А мы Наследники Орды Но Я не вступаю В конфликт С русскими Потому что Сейчас Для этого Не вред У нас Такое количество Внешних врагов Что если мы Еще переделемся По этому вопросу Внутри То нас И воевать Не надо Да Я как-то В одной передаче Сказал С таким подходом Когда здесь Завязались у нас Очередные баталии В чате И в эфир Они стали выплескиваться Я сказал С таким подходом Вам врагов не надо Вы сами себя Передушите Перережете Глотки перегрызете Объединяться Друзья надо Вот Если уж мы коснулись В очередной раз РПЦ То как-то я разговаривал С одним Известным Политиком Не буду сейчас Называть И он Как-то так сказал Ты знаешь Вот сейчас Там наверху Пальцем так показывая В сторону Кремля Там наверху Сейчас Очень Такая сложная ситуация Хотя и создана Управляющая партия Но в том случае Если вдруг Будет конфликт Интересов Управляющей партии РПЦ То на сегодняшний день А это было Где-то полтора года назад На сегодняшний день Скорее всего Скорее всего В сторону РПЦ Укажет указатель Что на их Надо ориентироваться Я говорю Почему Потому что Это более Приемлемая Позиция На сегодняшний момент В Российской Федерации И поэтому Будут считаться С большинством Вот примерно Такой ответ Прозвучал Да Ну РПЦ Она Хоть и является Глобальным инструментом Она все равно Имеет Очень много Ведических признаков Они просто Не смогли Выветриться За прошедшие 300 лет В ней есть Огромное количество Действительно Стабилизирующих Факторов Идеологических Как правильно Жить На этом свете Как воспитывать Детей В точке Время Традиции В отношении Семьи Это все Есть У православных Христиан Этого не отнять Это в этом месте Наши интересы Сонаправленных Есть места В которых Мы Разнонаправленные Чуть ли не противоположны Но На сегодняшний момент Если уметь Различать Можно эту тему Не педалировать Ну то есть Зачем во время Обороны Москвы Когда 28 Панфиловцев Бросали Эти Бутылки С зажигательной Смесью Выяснять Что у казахов Глаза не такие Правда? Абсолютно согласен Сейчас говорю Время Соединения Поэтому я вот эту тему Поднимаю Всегда Не с точки зрения Чтобы кого-то обругать А с точки зрения Указания Что это тоже Наше прошлое Это тоже наша история Хотите вы с этим Или не хотите Но считаться придется И я рекомендую Все-таки Не ругаться А именно Понять Что да Может быть Кто-то перерос Кто-то недорос Это другой разговор До какого-то Миропонимания Но это наши люди Других людей У нас нет Нет и не будет Вот с ними нам Поднимать Россию С ними нам Поднимать Весь славянский мир Русский мир С ними нам Строить державу И так далее А с кем вы будете Строить Если вы Жить в мире То не умеете Только из-за того Что один носит Например Перуницу На себе А другой носит крест А третий Например ничего не носит Что вы По этим признакам Будете друзей определять Что ли Что какой-то знак Скажет вам Что он ваш брат Там покровить что ли Да нет Наверное Любой знак На себя можно напялись Какой-нибудь там придет Совсем не друг иной Оденет на себя Сразу И то и другое И третье И будет всем по очереди Показывать И что он сразу Станет вашим братом По крови Ну наверное нет Вот так что Вот как-то так Так следующий Да кстати Когда вот ты говорил Про там Ведические основы Ведь на самом деле Когда общаешься С по-настоящему С русским священником С по-настоящему С русским священником Не каким-то Высокого Очень высокого уровня Вот таким простым Русским священником Ты понимаешь Насколько Очень часто В нем Проявлена Наша ведическая основа Он и говорит Чуть ли не древними заповедями То есть Да Для него Ряса Это и крест на груди И молитва Это для него Образ жизни Но живет-то он По более древним Понятиям Представлениям И народу Он помогает Так вопрос А почему я тогда Должен его не уважать А почему я должен Какие-то слова Ему обидные говорить Я что идиот какой-то Вот просто так Задайте себе вопрос И дальше Если вы Опять же Пускай кто-то Из высокопоставленных Священников Иногда Говорит что-то Не в угоду Правде А в угоду Того движения К которому Себя причисляет Ну бывает такое Ну что От этого паства Простые русские люди Стали чем-то плохи Вы тоже об этом подумайте Вы с кем Собираетесь воевать-то Вы против кого Вот эти там Батоны крошки Или бочки на кого кать Как там в юрмористической Программе говорилось Просто задайте себе вопрос Так Еще вопрос Здесь к нам поступил Ярогор Вопрос эфир Насчет информационной войны Дмитрий А у вас Установили По Крыму Новые мачты Ретрансляторы Это такие Высокие столбы По метров 20 С множеством антен Спрашиваю по причине Имеющейся информации Что эти штуки Не только Ретрансляторы Но и имеют отношение К управлению Сознанием Людей Многоточие Ну Радиорелейные линии Обновляются Безусловно В Крыму Вообще по связи Ну Киевстар МТС Были проблемы Со связью После того Как Киевстар Забрал Очень много Передатчиков Обновляется Вся инфраструктура Связная Эти разговоры О том Что столбы Эти влияют На сознание Людей Ну я к этому Отношусь Скептически Потому что На сознание Людей Больше влияют Смысловые вещи И те вещи Которые В обход сознания А это Как правило Экраны Телевизоров Мониторов Гаджетов Вот они Имеют Отношение К управлению Сознанием Людей То есть Когда молодые Люди Смотрят Клип На котором Например Риана Показывает Стаминские Символы Или Даже по-английски Поет Некоторые Мантры Которые Реально Имеют Отношение К этому Течению То Люди Даже не понимающие О чем Она поет А даже По ритмическому Рисунку Мелодии И по Даже По ритмическому Рисунку Песни Они В обход Сознания Все равно Заряжаются Этой информацией Это влияет На сознание 100% Это влияет На то Как сложится Судьба Влияет На то Будет ли Семья Будут ли дети И так далее И так далее И так далее То есть Вот это Влияет На сознание А вышки Они влияют Конечно На здоровье То есть Любое радиоизлучение На какое-то Воздействие Происходит Но на сознание Вряд ли Ну что ж Вопросы мы с тобой Все озвучили У нас есть Такая хорошая Практика Когда в заключении Эфира Что-то Говорящее Желает Нашим радиослушателям Вот у тебя Есть такая возможность Обратиться К нашим радиослушателям Или Исходя из того Что было сказано Или вообще Совершенно С другой стороны Но пожелать что-то Доброе Вечное Хорошее Какое-то Может быть Напутствие Дать В общем Как говорится Как Бог пошлет Вот пожалуйста Сделай доброе дело Ну Дорогие люди Которые говорят На русском языке Мы можем быть По роду разными Кто-то Голубоглазый Блондин Кто-то Кареглазый Зеленоглазый Кто-то Может Даже По расе Быть другим Но мы говорим На русском языке Русский язык Это магическая вещь Она структурирует Кровь Она структурирует Мысли И поэтому Мы являемся Представителями Определенной Цивилизации Хотя Алексей Не любит это слово Она Объясняет Вот как Вода Структурируется Да И молекулы воды Выстраиваются В определенной Структуре Точно так же Русский язык Выстраивает общество В определенную Структуру В нашем обществе Есть очень много Хорошего Но самое главное Что После наполеоновских Войн Чем мы До сих пор Не отработали Это то Что на тысячу Людей Самых разных Кровей Там самых разных Родов Очень мало Духовников Очень мало Людей Которые Могут сказать Что такое Правда Что такое Криво Что такое Зло Не имеют Развлечения А их Надо Очень много Тогда Наше общество Будет похоже На общество Чеченцев Армян Других Народов Которые Например Исповедуют Ислам Там Очень плотное Общество Они Держатся Компактно Они уважают Старших У них Есть родовые Традиции Которые Они блюдут И кстати Во многих Случаях Вот эти Суфийские Исламы Ведь имеют Очень много Признаков Бедизна У них Эти заповеди Очень похожи На наши Так вот Я хочу Пожелать Нам всем Чтобы мы Подумали Об этом Направлении И все равно Постарались Общество Наше Уплотнять Чтобы на Тысячу Русских Людей Хотя бы Сто духовников Было Такой духовник Это не человек В рясе Это человек Который Является Авторитетом На своей территории Который Учится Каждый день Так же Как Сталин Читает Минимум По 300 Страниц Информации Интересуется Учится На практике Применяет Свои знания Становится Авторитетным Для своей Общины Вот таких Людей Нам надо Кров из носа Выращивать Всячески Их Холить Велеять И пестовать Их тексты Выносить На всеобщее Обозрение Делать Перекрестные Связи Между Этими Духовниками И строить Наши Общины Таким образом Чтобы народ Ну был Имел Возможность Сопротивлению Потому что Нас В бою Все равно Не победят А вот изнутри И уже Это неоднократно Доказано Мы очень Очень Уязвимы Вот это Мне кажется Основная Задача И в этом смысле Славянское радио А еще лучше Если мы построим Федеральный канал На с этой тематике Встать Давно бы уже Надо было Как-то Хотя бы Мысль Запланировать Это Это могло бы Ускорить Сам процесс То есть Мы слишком Атомизированное Общество Которое Уязвимо Для Язв Изнутри Вот с этим Надо что-то делать Я не имею Рецептов На сегодняшний день Скажу Честно Я не такой Удный Как колдуст А вот Эта проблема Меня занимает И я В общем-то Думаю Что Все могут Друг другу Подставить В этом деле Плечо Как-то так Хочется прочитать Несколько реплик Из эфиров Из чата В наш эфир Вот К примеру Данил Благодарю За интересный Новостной Информационный Знакомительный Эфир Всего доброго Всех благ Аркуенон Молодец Дмитрий Очень важные И своевременные Пожелания Вестник Богов Благодарю Дмитрия Алексея За отличный эфир Ура За возрождение Ведической Руси Аршельник Благодарю За передачу Обязательно Переслушаю Всем добра И благ Ну вот Это наверное Очень важно Иметь обратную связь И увидеть Насколько наши слова В частности Твои слова В первую очередь Были понятны Доступны И какую реакцию Они вызвали У наших радиослушателей Я напоминаю Друзья мои Что сегодня у нас 30 ноября 2016 года Среда 30 день Месяца новых ударов 7525 лета Понедельник По одному из старинных календарей И хотя у нас Был запланирован эфир Корневая система Руси Но я думаю Что Дмитрий Таран Не менее интересный Провел эфир И очень много Сказал того Что пожалуй Сегодня На мой взгляд Раз так сложилось И надо было Сказать Благодарю тебя Дмитрий За содержательную беседу Благодарю за то Что подключился Так вовремя И Скрасил Мое одиночество На пользу всех нас На пользу всех наших Радиослушателей Те, которые И участвовали В эфире И в чате И те, которые Нас будут слушать Мне остается только Пожелать вам Здравомыслия Объединения Своих добрых Светлых помыслах Напомнить, что Веды Значают мудрость И пришло время Ведания Этого мира Всем добра Будь добру До новых встреч Друзья мои Услышимся Народное Славянское Радио Все нужно Все важно